Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем продолжать знакомство с такой интересной дисциплиной, как витринистика. Как я обещала в предыдущей передаче, сегодня всё наше внимание будет направлено именно на изучение витрины. Причём витрины оконны, в самом широком смысле этого слова. Мы уже с вами договорились, что витрина – это лицо магазина, его визитная карточка. И витрины, естественно, это ведущее средство привлечения клиентов, некое пространство, рекламное пространство за окном магазина. Витрины существуют как в крупных торговых центрах, так и в маленьких магазинчиках. Наверное, редкий магазин может обойтись без оконной витрины, ну уж совсем, которая может быть в подвале находится. Но о таких мы, наверное, сейчас пока что говорить не будем. И наша сегодняшняя передача будет целиком посвящена изучению всевозможных классификаций витрин. Но сразу мне хотелось бы отметить тот факт. Я сегодня буду приводить классификацию по художественному оформлению, по наполнению техническому. Однако витрина никогда не может быть, не может подходить только под конкретно какую-то одну классификацию. Хорошо оформлена, грамотно оформленная витрина, она всегда входит тем или иным образом в различные типы и классификации витрин. Поэтому не надо думать, что вот те параметры, которые я сегодня буду называть в нашей с вами лекции, они, между ними проходит какая-то четкая разделительная грань. Напротив, витрина может быть и закрытого типа, и сюжетная, и динамическая, и все будет в ней собрано. Либо, наоборот, будет использована лишь какие-то из средств художественного воздействия на зрителя и на покупателя. Но давайте мы лирическое отступление пока оставим, и конкретно уже сейчас начнем обсуждать те или иные типы витрин. И начнем сначала мы обсуждение нашей классификации, как же витрины делятся по своим конструкциям. Они разделяются на два больших блока. Это витрины открытые и витрины закрытого типа. Сперва мы с вами начнем с витрины открытого типа, или по-другому витрины на просмотр, когда прохожему через стекло виден либо магазин целиком, ну или чаще всего бывает, что видна часть магазина, и витринная композиция закрывает лишь какой-то участок оконного пространства. Вот пример перед вами сейчас первый. Или другой пример. Конечно, абсолютно прозрачную витрину мы можем встретить редко. Всегда в ней будет какое-то художественное наполнение. На то она и витрина. Но дизайнер-декоратор всегда может оставить определенное пространство, когда зритель или прохожий с улицы может посмотреть, что же находится и в самом магазине. Вот, пожалуйста, перед вами достаточно простой пример художественного оформления витрины. Здесь представлены лишь декоративные цветы, ну а сзади уже просматривается некое пространство магазина. Но существует и второй блок – витрины закрытого типа. Это когда витрину от торгового зала отделяет специальная, ну, конечно, всегда обязательно красивая и стильно оформленная перегородка. И, соответственно, прохожим не видно, что находится внутри магазина. Если посмотреть по процентным соотношениям, каких же витрин больше – открытого типа и закрытого, то, наверное, это 50 на 50. Впрочем, это зависит и от рекламной стратегии магазина, ну и от каких-то, может быть, материальных средств. Вот, пожалуйста, перед вами сейчас. Вы, может быть, подумаете, что это рекламная фотография, но отнюдь нет. Это просто фотография, которая выставлена в витрине, и здесь декоратор-витринист решил не использовать манекены для представления той или иной продукции. Это просто такая реалистичная фотография, которая создает как бы трехмерное пространство, в витрине. Ну, а на самом деле это некий баннер, который натянут на заднем плане оконной витрины. Ну, или вот еще пример. Здесь у нас располагаются манекены, ну и сзади тоже некая фотография рекламная присутствует, перекрывая обзор зрителя от торгового зала. Ну, и вот последний пример витрины закрытого типа мы сейчас с вами посмотрим. Она светится вот в вечернее время, так очень интересно и красиво представлена. Если говорить с точки зрения продаж, какая, например, витрина более, с точки зрения именно рекламы, воздействует на потребителя закрытого типа или открытого, тоже вопрос достаточно спорный, на него нет четкого ответа. Скажем, витрина открытого типа больше привлекает покупателей, нежели чем витрина закрытого. На этот вопрос, к сожалению, мы ответить окончательно не можем, потому что все дело, конечно, кроется не в конструкции витрины, а именно в его художественном оформлении, потому что интересно, может быть оформлена как та, так и другая витрина. Но в первую очередь витрины открытого типа используют те магазины, где художественное оформление магазина тоже выгодным образом подчеркивает сам магазин, ну или где это позволяет конструкция. Согласитесь, не все торговые площади позволяют сделать витрину на просвет, потому что иногда, когда мы зайдем внутрь магазина, некие прилавки или другое торговое оборудование стоит непосредственно прислоненное к стеклу, и поэтому, конечно, там просматривать уже нечего. Следующий тип, по которому классифицируются витрины, это так называемый товарный признак. И сейчас мы с вами обсудим, что же это такое классификация по товарному признаку. Начнем мы с витрин так называемых комбинированных. Вы сейчас будете смотреть слайды, а я вам расскажу, что же такое комбинированные витрины. Они рекламируют обычно изделия нескольких товарных групп, но которые связаны общностью спроса или потребления. Скажем, в витринах, где продаются, в магазинах витрин, прошу прощения, где продаются спортивные товары, можно также организовать показ предметов по таким микрокомплексам, как товары для водного спорта или товары, скажем, для рыболового спортсмена, ну и так далее. Ну вот сейчас здесь тоже можно посмотреть пример комбинированной витрины. Здесь представлена, в общем-то, одежда. Это общий, да, ее некий показатель. И чемодан тоже как показатель, ну, багаж каким-то образом связан. Но, тем не менее, товар различается по своему назначению. Ну и последний пример комбинированной витрины, тоже общность некой интересов, но товары в любом случае все равно различны. Следующий тип витрин называется специализированный. И вы видите сейчас на своих экранах пример такой витрины. В специализированных витринах демонстрируются товары одной товарной группы. Например, в магазинах по продаже электробытовых приборов будет осуществляться раздельный показ, скажем, в стиральных машинах, пылесосах и холодильниках. Например, в одной витрине будет конкретно одно выставлено, в другое другое. Здесь сейчас перед вами витрина магазина по продаже посуды. И здесь, конечно, вот конкретно ее специализация. И даже более того, в самом магазине, может быть, ассортимент посуды будет и гораздо шире. Но конкретно здесь выставлены в верхнем ряду витрины. В основном мы видим представлены базы, а в нижнем ряду в основном это тарелки. Ну и другой пример – это ювелирный магазин. Вообще, конечно, у ювелирных магазинах даже существует отдельное направление в оформлении ювелирных магазинов. Но здесь уж я позволю себе привести такой пример. В витрине представлены разные виды ювелирной продукции. Ну и последний тип – это так называемые узкоспециализированные витрины, которые рекламируют какую-то лишь небольшую часть изделий товарной группы. Например, исключительно в витрине будут выставлены фотоаппараты. Или исключительно часы. Хотя это не обязательно, что магазин торгует конкретно этим товаром. Здесь вы видите тоже витрину ювелирного магазина. Но здесь представлен только один тип ювелирного украшения, конкретно цепочки. Надеюсь, после моего небольшого рассказа вам стало более понятно, как же разделяются витрины по товарному принципу. Но разделение по товарному принципу является не единственным разделением. И нам, как обычным покупателям, зрителям или потребителям, более интересен и нагляден, я бы даже сказала, понятен следующий тип классификации витрин. Этот тип называется по художественному оформлению или по характеру художественного оформления. И действительно, когда мы стоим перед витриной, мы вряд ли задумываемся, открытого она или закрытого типа, и какие товары там выставлены. Ну, потому что, соответственно, товары так или иначе, они отражают тот ассортимент, который представлен в магазине. Больше всего внимания мы уделяем именно художественному оформлению магазина. И действительно, именно художественное оформление и различные типы вот этого самого художественного оформления производят наиболее сильное впечатление на потребителя, ну и, скажем, производят наиболее сильный стимулирующий эффект к покупке или к желанию потребителя войти в тот или иной магазин. Поэтому мы сейчас с вами эту классификацию, конечно, разберем тоже очень и очень подробно. Причем витрины могут быть оформлены совершенно разно. И достаточно простенькие мы сейчас увидим типы художественного оформления до совершенно необычных и фантастических. И, как я уже сказала, не всегда очень красиво оформленная и броская витрина стимулирует к покупке больше, чем витрина, оформленная просто. Здесь, опять-таки, зависит и от типа товаров, которые представлены в магазине, и от стиля торговли, да и от статуса самого магазина. Потому что одно дело магазины, которые торгуют либо дорогостоящими вещами, либо вещами необычными, либо он просто расположен на той или иной улице, все-все-все факторы должен учитывать декоратор-витриниц, когда создает образ витрины. Но давайте мы, опять-таки, вернемся к нашей классификации и посмотрим, и познакомимся с ней поближе. Первый тип витрин по художественному оформлению называется такой тип текстово-цветовые. Что это значит? В витрине представлены лишь какие-либо рекламные тексты, а также могут быть различные цветные геометрические фигуры или просто некие фотографии, которые символизируют ту или иную рекламную стратегию магазина. Вот здесь вы видите определенный магазин, и его витрина, надеюсь, вы уже догадались, что это витрина открытого типа, и ее художественным оформлением является лишь некий рекламный лозунг, который присутствует на стекле. Или следующий тип. Может быть, вы подумаете, что это просто фотография, хотя, впрочем, так оно и есть. Это художественная фотография мебели. И, как вы, наверное, догадались, такие большие красивые фотографии являются витриной мебельного магазина. И ведь действительно не обязательно выставлять кучу мебели в магазине, чтобы привлечь покупателя. Если учитывать, что этот магазин может торговать какой-то необычной, авторской, эксклюзивной, как хотите назовите, дизайнерской мебелью, то и такие фотографии вполне могут отражать концепцию того или иного. магазина. Но я еще упомянула о каких-либо геометрических формах, которые зачастую выставлены в магазине. Так вот, и у нас даже, ну, я уж не буду называть, есть достаточно известная сеть аптек, которые фирменный стиль, как раз такой и присутствует. Фирменный стиль этих аптек, где художественный оверо создают некие геометрические формы, сделанные из цветного оргстекла. Ну и, соответственно, там еще название этого самого магазина. То есть и такой тип витрит тоже будет относиться к первой нашей категории – текстово-цветовые. Второй тип, более, наверное, зрелищный для нас, ну, хотя вот такое художественное оформление с фотографией мебели мне тоже кажется необычным. Но, тем не менее, второй, как я уже сказала, более, может быть, интересный для обывателя, называется товарный. Товарный тип художественного оформления витрин. И давайте мы посмотрим, что же это такое. Ну, основу таких витрин обычно составляет товар, но, внимание, без использования декоративных элементов. Чаще всего товарный тип витрин применяется в магазинах торгующих одежд. Ну, как вы здесь видите, действительно, товар говорит сам за себя. Красивая одежда, выставленная в витрине магазина, что может быть более ярким и наглядным примером и желанием для покупателя туда заглянуть. Ну, такой тип витрин обычно рассчитан в первую очередь на реального покупателя, который интересуется конкретным товаром, а не просто ходит по магазинам, ну, чтобы совершить какую-то импульсивную, как называется, покупку. Вот, пожалуйста, еще один пример. Ну, просто товарная витрина. Хотя вы, может быть, сейчас обратите внимание, что в витрине присутствует как небольшое художественное оформление. Это такие необычные световые лампы, которые художественно повешены и разбросаны по витрине, но все-таки такие художественные лампы не являются каким-то декоративным элементом, а лишь являются элементом освещения или света. Свет, конечно, тоже играет немаловажную роль в оформлении витрин, но свету он будет посвящена нашей отдельной лекции, там мы поподробнее поговорим. Ну, а здесь общий вид магазина. Здесь вы сразу можете увидеть несколько витрин, это один большой торговый центр. И, собственно, если вы внимательно приглядитесь, вы увидите, что это в основном просто товарные витрины, там тоже выставлены манекены, причем витрины эти закрытого типа, то есть торговый зал не виден, но при наличии больших площадей, при наличии большого количества витрин, конечно, витрины могут оформляться, не могут, но и должны оформляться, естественно, по-разному. То есть при соблюдении какого-то определенного стиля и имиджа каждая витрина не должна повторять другую, прям как две капли воды. Это тоже считается отрицательным качеством, когда витрины очень и очень похожи на себя. Конечно, стиль магазина или стиль торговой марки, безусловно, должен выдерживаться. У меня сейчас будет небольшое лирическое отступление, коль скоро мы стали говорить о стиле оформления витрин. И если какой-то крупный торговый бренд имеет большое количество магазинов, которые находятся не только в одном городе, но они могут находиться и в разных городах, более того, даже в разных странах, все равно считается правильность торговой точки зрения оформлять витрины, выдержанные в стиле, близком друг к другу. Хотя, безусловно, художественное оформление тоже не может копировать, как две капли воды, скажем, витрину какой-то торговой марки в крупном торговом центре, и та же самая торговая марка может размещаться в более мелком просто помещении. Здесь тоже все надо учитывать, все эти факторы. Но, тем не менее, стилистика, считается, у витрин должна выдерживаться. Именно тогда у покупателя создается знакомый образ магазина, узнаваемый образ магазина, и даже издалека покупатель узнает свой любимый магазин или ту или иную марку, которая рекламируется или которую он хочет посетить. Это тоже, в принципе, считается очень важным, что даже при смене витрин по различным категориям, при сезонном смене витрин или при распродаже, все равно магазин со своей витриной не должен терять своего лица. Ну, если так сказать. Следующий тип витрин, о котором мы сейчас с вами поговорим, это товарно-декоративные. Ну, из названия, наверное, понятно, что в таких витринах, безусловно, выставлен товар, который продается в магазинах. В данном магазине, но наряду с этим товаром, также в витрине выставлены и всевозможные декоративные элементы, с помощью которых подчеркиваются, во-первых, наиболее характерные особенности и свойства данного товара, или наоборот, просто создается какой-то необычный художественный образ того или иного магазина. Товарно-декоративные витрины, причем, могут применяться не только в магазине одежды. Товарно-декоративную витрину, наверное, можно сделать в магазине, торгующем абсолютно любым товаром. Здесь каких-то строгих рамок нет. Ну и для нас, потребители товарно-декоративной витрины, мне кажется, наиболее любопытны и интересны с визуальной точки зрения. Давайте мы посмотрим еще один вид товарно-декоративной витрины. Здесь, как вы видите, она попроще. Там тоже мы видим манекен, расположенный в окне. Ну и как художественное оформление присутствуют декоративные цветы. Еще пример товарно-декоративной витрины. Ну, здесь он вообще сделан таким очень необычным художественным образом. Некие качели, на которых представлен товар, а качели крепятся на ветку, декоративную ветку с цветами. Ну, там, сложно сказать, сакуры и так далее. Просто здесь тоже, видите, как пример. Первая фотография, которую я вам показала, она была выполнена достаточно ярко. Там даже присутствовали какие-то изображения животных. И вот здесь такая строгость, лаконичность. Но в то же самое время и те, и другие витрины, оформленные по товарно-декоративному принципу, они могут смотреться весьма и весьма необычно. То есть не обязательно в товарно-декоративной витрине располагать большое количество товара. Следующая витрина – это сюжетная. Сюжетные витрины – это витрины, где в оформлении используются какие-либо жанровые сценки. Но чаще всего сюжетные витрины присутствуют, конечно же, в магазинах, где продаются детские товары. И более того, сейчас я в основном вам и покажу витрины магазинов, торгующих детскими товарами. Здесь фантазия художника-декоратора может, конечно, разгуляться по полной и создавать совершенно необычные образы и визуальный ряд. Потому что для детишек, может быть, не столь обязательно прорекламировать какой-то товар, наиболее хорошее его качество и достоинство, как это бывает в магазинах, где продаются более такие внушительные товары. Но создать какой-то такой необычный образ, чтобы ребенку захотелось попасть в этот магазин, в эту сказку. Вот еще давайте мы с вами посмотрим уже вблизи некоторые варианты сюжетных витрин. Здесь, посмотрите, даже такой большой спящий мишка присутствует в витрине. И всевозможный мультипликационный и герой из сказок, может быть, которые напоминают ребенку о любимых прочитанных книгах. Конечно, это самый, наверное, действенный способ, чтобы ребенок попросил родителей зайти в тот или иной магазин. И, наверное, действует он все-таки безотказно. И западные магазины не жалеют средств финансовых на создание таких совершенно необычных красочных витрин. Ну и под конец нашей лекции мы с вами обсудим самый последний тип как раз художественного оформления витрин. Это так называемый тип тематический. Что же это такое тематические витрины? В первую очередь, ну, понятно, что это витрины, выполненные на определенную тему. Но какие же это могут быть темы? К праздникам, юбилеям. Ну, в первую очередь, это, конечно, к новогодним праздникам, к рождественским. Ну, и также к сезонным скидкам. Вот пример оформления рождественской витрины. Ну, или второй пример – это оформление сезонного магазина к сезону, к летнему сезону. Ну, скорее всего, вот мы можем сделать вывод, что оформлена эта витрина. Наверное, вкратце вот ту классификацию, которую я хотела рассказать за сегодня, мы с вами обсудили. Единственное, что есть еще совершенно небольшое разделение, я даже не буду вам его иллюстрировать, потому что это достаточно сложно сделать, хотя бы потому, что еще витрины делятся по, ну, скажем, техническим, что ли, характеристикам, так это можно сказать. Потому что витрины бывают статические, ну, то есть статические витрины, когда товар просто расположен. А есть еще витрины динамические. Что это значит? Когда в витринах присутствует какой-либо механизм, то есть что-то движется, какие-то предметы, ну, там, может быть, совершенно различные, да, варианты. И бывают витрины комбинированные, когда, в принципе, витрина статическая, и лишь какой-либо отдельный элемент движется. Но чаще всего, конечно, динамические витрины присутствуют в, опять-таки, магазинах, витрины которых выполнены по сюжетному типу, где присутствуют какие-либо жанровые сценки, там это чаще всего делают. И новогодние витрины, рождественские, чаще всего делают динамическими. И также динамическими, безусловно, делают витрины магазинов, которые торгуют детскими товарами. Вот если кратко, то классификация витрин присутствует следующая. И мы с вами о ней поговорили. Ну, а на следующей лекции мы с вами уже поговорим о основных композиционных принципах. Как же лучше размещать товар, какие цвета подбирать при размещении товара в витрине, ну и о многих других секретах. А на сегодня время нашей лекции стекло. До свидания!